Конечно, это огромное счастье, огромная радость. Я работаю в этом коллективе, я уже работаю 22 года. Невозможно в двух словах описать, потому что это огромная радость танцевать великую хореографию, великого хореографа 20 века Игоря Ивановича Моисеева. Хореография Моисеева включает танцы многих-многих народов, поэтому в каждом номере эмоции у нас разные. У нас есть и русский танец, и аргентинский танец, и молдавский танец. Поэтому во время концерта приходится очень быстро перевоплощаться в ту или другую национальность, показывать национальный характер и показывать те эмоции, которые заложены в конкретной хореографии. Нет такого понятия «я хорошо танцую». Если ты как артист считаешь, что ты хорошо танцуешь, значит ты остановился на своем творческом пути. Потому что творчество, оно непрерывно. Нельзя достичь совершенства и пика, остановиться и сказать, что я хорошо танцую. Очень важно, что мы имеем возможность в год своего 85-летия показать свой концерт здесь, в Минске, где мы неоднократно выступали. Последнее выступление было 4 года назад. И это, как мне кажется, и это был праздник для всех артистов, потому что это был праздник для зрителей. И все эмоции зрителей с первых минут передаются артистам. От этого, конечно, они танцуют гораздо ярче, гораздо лучше и темпераментнее. Это люди, и поэтому человеческие эмоции – это самое важное. А весь концерт, вся хореография Игоря Александровича Моисеева, она построена именно на человеческих эмоциях. И во главе всего стоит его философия любви, мира, добра по отношению к народам всей планеты. А мы, братья, мы славяне. Мы самые близкие народы, которые должны быть всегда вместе. В первом отделении, как всегда, мы начинаем свой концерт «Русским лето», «Калмыкия». Затем белорусский танец «Юрочка», один из первых номеров, которые поставила Игорь Александровича Моисеева. Мы его сохранили, у нас постоянно в репертуаре идет и «Юрочка», и «Белорусская бульба» постановки Моисеева, которую, кстати, здесь, в Минске приняли за народную постановку, которая уже много-много лет существует, когда был Игорь Александрович, и нам показывали его бульбу в исполнении детского какого-то образцового коллектива. Я думаю, что программа очень хорошая, даже если ее кто-то видел сегодня, молодые артисты танцуют по-своему, хотя вся хореография оставлена, мы ничего не меняем. И мы считаем, что это очень важно, сохранять традиции, которые мы несем. Вот уже 85 лет мы их продолжаем, и каждое поколение вносит что-то свое, свои новые эмоции. Моисеевцы – это братство, это братство, а балет Игорь Моисеев, у нас так назвали французы, когда впервые ансамбль в 1955 году приехал во Францию. Они назвали «Ля балет Моисеев». Балет – это все вместе, да, и здесь тоже все вместе, и если что-то происходит на сцене, тут же появляется человек, который заменяет кого-то. Ребята очень дружные, они вообще, как сказать, ну это семья, мы больше половины времени проводим на гастронах, конечно. Поэтому это один за всех и все заодно девиз нашего коллектива – всегда быть первыми и равняться на Моисеева, потому что это был уникальный человек, который, я считаю, в жизни предвидел все на полшага вперед. И было это очень важно. И он, то, что он сделал для страны и вообще для мировой хореографии, открыв, ну сотворив народно-сценическую хореографию, объединив классику, в которой он был прекрасным профессионалом и с народным танцем, новый жанр вообще для мировой хореографии. Он должен быть всегда. Большое восхищение, трепет, волнение, колоссальная энергетика, когда полный зал, дан шла. Мы с большим удовольствием выходим на сцену и отдаем все эмоции нашему любимому зрителю. Знаете, это большая гордость, большая ответственность. И это, повторю, что это трепетно, очень волнительно. Ты несешь культуру в массы, ты несешь искусство Игоря Моисеева, делишься частичкой души со всем своим любимым зрителем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ